Это что такое? Вот оно. Страшное, необычное, гигантское. Друзья, вот этот необычный объект, видите, завис над горой. Просто гигантский, кстати, никто про это не говорит, но он завис. Всем привет, друзья! Вы на канале Тайна НЛО. Соскучились по новым видеосюжетам. Я вам сейчас много чего интересного покажу и расскажу. Вы знаете, что за последнее время везде происходят уникальные и необычные явления. Их называют по-разному эти явления аномальными, но и странными. За последнее время люди стали видеть на Кавказе, а это, друзья, у нас Грузия, необычный летающий объект, который завис над одной горой. Знаете, что самое интересное? Меня напугало только одно. Почему никто не реагирует? Этот летающий объект висел почти 15 минут на этой горе, а потом ушел в туман и исчез. Часто их видят именно в горах, но за последнее время и даже в тайге был сделан очень интересный случай. Но вот вопрос для тех, кто хочет знать много чего интересного. Не подходите к этим объектам, они очень-очень опасны. После того, когда этот объект завис в этом месте, были отправлены ученые и они дали множество ужасающих моментов. Этот объект излучал огромные-огромные волны. Волны, да, ядерных, как будто отходов. Но это, друзья, еще не все. Дальше, дальше был еще очень интересный момент, который вам никто не скажет. Как вы думаете, что вы видите сейчас? Посмотрите внимательно. А это видео уже было заснято в Сочи в 2022 году. Группа туристов заметили, как облака начинают ложиться на эти снежные горы. После этого там начал появляться какой-то необычный объект. Множество людей просто подумали, это, скорее всего, какой-то отель. Но рядом с ними был гид, и он сказал, здесь нету никаких отелей. И не должны быть. Это заповедник. И после того множество туристов начала болеть голова, а что они видят. И начали сразу же снимать на свои камеры. Самое интересное, что после этого видео и сюжета сюда были отправлены какие-то специальные группы людей. Но нашли они этот объект или нет? И был этот вообще объект. О том множество людей говорят, что не так давно в этом месте была яркая вспышка и какой-то необычный звук. Скорее всего, может, крушение объекта НЛО или что-то наподобие, я не знаю. Но сами подумайте, друзья, что на самом деле мы можем видеть, слышать и даже, друзья, оценивать. Поэтому множество людей, которые видят такие необычные видеосюжеты, они очень-очень интересны к тому, что все это, друзья, взаимосвязано. Но не спешите судить строго. Дальше все интереснее и интереснее. Как вы думаете, что здесь происходит? Перед вами, друзья, перехват турецкого F-16 и летающего объекта. Но здесь спорная такая необычная картинка. Скорее всего, здесь перехват этого объекта на этот самолет. Потому что множество F-16, они не имеют права сбивать объекты НЛО. Были даже сделаны очень интересные заявления, которые говорили, что надо сбивать объектов НЛО, потому что они нарушают воздушное пространство. И множество людей начали поддерживать. Но несколько другие люди сказали, а зачем они вам мешают? И есть множество тайн, которые сейчас мы видим. Есть множество страшных событий, которые от нас скрывают. Это, друзья, то, что мы с вами еще не видели. Летающие объекты не просто циркулируются, а скорее всего, они контролируют нашу небо. И вот самый интересный момент. Пилот F-16 целился в один объект. Это было еще в США. Но что самое интересное, он пытался выпустить ракету, а ракета-то не выпускалась. Как такое возможно? Или эти объекты могут как-то заходить в мозг самолета и управлять? Такое тоже может быть. Но это, друзья, единичный случай. И перед вами только то, что мы можем вам показать. Но еще дальше интереснее. А это, друзья, уже пострашнее. Перед вами видно, как летающий объект находится вдоль дороги. А самое интересное, в этом месте, друзья, даже нету ничего. Оказывается, что этот летающий объект приземлился в этом месте еще в 2017 году. Грузия. Меня поражает только одно. Это видео досталось от одного подписчика. И он рассказал о том, что это видео у него исчезло. Как-то каким-то чудом он нашел и нам переслал. Самое страшное то, что эти объекты часто любят находиться на Кавказе. Я уже об этом говорил. Это не только в России. Это везде. Но вот самый интересный момент. Они даже не останавливались. Они ехали и ехали, чтобы уехать с этого места. Они думали, что вторжение объектов напали на нас и все. Но множество других людей думают, что иначе. Мы видим необычную картину, которую нам дают знать. А вы как думаете? Вторжение будет? Или все-таки будет какая-то дружелюбная, можно сказать, компания? Ну и самый сок этого видеосюжета, друзья, Это то, что за мной находится вот этот летающий объект. Знаете, что самое интересное? Такие летающие объекты не редкость в этих местах. Но посмотрите на погоду. Погода плохая. И часто люди видят, как в небе что-то появляется. Я не хочу сказать, что это не правда, это не фейк. Это решать вам. Но множество очевидцев видели, что на самом деле происходит в этих местах. Кто-то утверждает, что это место проклято. Кто-то говорит, что здесь происходят какие-то страшные дела. Ну а вы как думаете, друзья? Если вам понравилось, то поставьте лайк, подпишитесь и оставьте комментарии. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok